Субтитры делал DimaTorzok Мертвые души, те кто не пользуется этим приглашением, то есть не открывает письма, там программа какая-то определяет их отсеяли, поэтому если вам не приходит приглашение, то просто еще раз зарегистрируйтесь там на сайте Wolfix.net, есть регистрация на рассылку и все. То есть это не проблема, либо напишите на email, либо skype, добавьте свой почтовый ящик и у вас добавят в список рассылки. Так, еще помню, что скоро совсем начнется новый абсолютно курс, это 5 торговых стратегий на объемном анализе. Анализе от скальпинга, интродей и на позиционная стратегия для основных инструментов. S&P будет упоминаться там, евро, по золоту пройдемся и захватим, конечно же, индекс RTS вместе с рублем. Кому интересно, там на сайте есть информация, будет вступительная лекция, либо в следующую среду, буквально на следующей неделе знакомитесь с материалом. Еще подписчикам и клиентам отличный фильм, лично смотрел, очень рекомендую посмотреть интервью X-Trader Goldman Sachs. Вот, и он записан в видеоинтервью, то есть перед своими зрителями он отвечает на вопросы зрителей, потом ведущего и достаточно много интересных вещей рассказывает, как изнутри работать маркетмейкером, как работать трейдером в Goldman Sachs, он еще Джимми Морган и Лемон Бразерс вроде тоже работал, но основную часть опыта он получил в Goldman Sachs. Есть хорошие вещи, которые немножко рассказывают из внутреннего мира таких магнатов, и довольно даже некоторые удивительные вещи, которые там я увидел, услышал из ВОУС. Даже не верится, что так именно происходит изнутри. Так, ну, будет рассылка вроде там вместе с записью в ВОУС и там будет добавлена эта видеокартина, документальный фильм. Даже не документальный фильм, а просто запись интервью. Советую всем и опытным трейдерам, и новичкам, так как там задают вопросы трейдеры-новички и опытные трейдеры. Вот, он там советует по своему опыту с чего начинать, что смотреть, как работать на рынке, какие инструменты использовать. Ну, есть дельные вещи, есть немножко рекламы своих каких-то проектов. Вот, он планирует из космоса запустить первый трейд. Первый трейдер, вот. Ну, это не столь важно, и там оно, так, не сильно напрягает. А так, первая половина видео, точно там очень много полезных вещей, всем понравится. Так, ну, по традиции, новости, отчеты, рейтинги, потом инструменты. Так, значит, на следующей неделе по экономическому календарю нас ждет среда и четверг по штатам. Немножко поштормит, там вроде как jobless claims, ну, несколько отчетов с уровнем market moving indicator. Это retail sales и industrial production. Но в понедельник, 12 октября, день Колумба в Штатах, они очень его любят, открыты рынки, но банки будут закрыты. Поэтому, возможно, ликвидность будет чуть меньше и может не быть сильно движевой сессии, то есть в спокойном режиме на Штатах. То есть по другим странам у нас получается, ну, сейчас по всем телеканалам вся история Сирии, вот, никак не могут поделить. И начали, если вы заметили, достаточно всяких предлогов ищут Германию, как бы в таком плохом свете показывают. То Volkswagen у них какие-то бракованные, сейчас вот Deutsche Bank реконструкция идет, там зачистка жесткая, они не справляются со своими филиалами. Там пришел какой-то новый исполняющий директор и, в общем, тоже, как бы, постоянная Германия, вот, Deutsche Bank, Германия, вот, по всем телеканалам. И, ну, думаю, не просто так они взялись за Germany. По другим странам во вторник сальдо торгового баланса по Китаю ожидают аналитики намного меньше предыдущего показателя за сентябрь. Потом, во вторник, также индекс экономических настроений в Германии, его ожидают в два раза меньше предыдущего показателя, это в 12.00, во вторник, поставьте себе напоминание, думаю, если он выйдет еще меньше, чем аналитики прогнозировали, то у DAX будут, наверное, проблемы с ростом, и он начнет плавное-плавное парирование. По Британии также изменение числа заявок на пособие по безработице именно за сентябрь, и у них, как бы, аналитики ждут уменьшения этого количества заявок, как бы, вроде как, стало больше рабочих мест. Ну, и, в принципе, все. То есть, опять же, основная тема Сирия, и пытаются там как-то навредить Германию. Она там весь сектор европейский вытаскивает вместе с Англией. Ну, ладно, разберутся. Так, самое главное, аккуратно фильтровать всю информацию, которую вы видите на средствах массовой информации. Так, еще несколько слов о прошлом контракте. И вот просмотрел много инструментов, основных, которые торгуют трейдеры. Может, вы увидели статью на Wolfix.net, в социальных сетях, либо же в сайте, там рейтинги. Вот, то есть, просто подведение итогов. То, что я заметил, вот, очень радует, что все-таки начали прислушиваться трейдеры, и сделок стало меньше. Возможно, это из-за лета, то, что отпуски, там, солнце светит, тепло, как бы, может быть, все-таки прислушивались, и перестали большое количество сделок открывать, но они стали намного качественнее. Если посмотреть серийность, то достаточно неплохая серийность у большинства торгующих, кто, ну, отказался от 20 сделок в день, от 50, и вместо этого перешел как раз 20-50 сделок за весь контракт. Если посмотрите рейтинги, то первая двадцатка, 85%, 90% даже тех, кто в двадцатку попал по рейтингу, у них небольшое количество сделок. А вот как раз все, у кого переваливается 300-400 сделок за контракт, они, ну, в основном попадают в отрицательный итог. То есть, что еще заметил, что очень, я специально смотрел некоторые инструменты за год, 4 контракта смотрел, и, ну, это, на самом деле, желательно, конечно, чтобы автоматически определялось. Есть лидеры, которые постоянно мелькают, да, вот трейдеры, имена которых, то есть, никнеймы на Wall Street Online, вы слышите. Есть те, которые, вот, три-четыре контракта подряд закрывают в плюсе по инструменту. Есть те, кто второй контракт подряд, первый, например, ну, там, первый не торговал, два потом закрыты в плюс. У тех трейдеров стоят возле ник Немо звездочки. Количество звездочек, сколько подряд контрактов закрыто в плюс, именно подряд. То есть, если один там не торговал, то это, как бы, не считается. И, ну, хочу сказать, что те, кто давненько уже с нами и применяют объемный анализ, тактически улучшаются сделки и, ну, стабильно держатся в прибыли. Браво. Просто те, кто, там, третий год уже на Wall Street Online, я думаю, вы заметили, насколько адекватнее стали позиции с каждым контрактом все лучше и лучше. И это очень хорошо. Так, ну, переходим к рейтингу. Начнем с S&P за эту неделю. Неделя была коварной очень, хочу сказать, там постарались как могли. Мирикосы. Ну, звездочки, да, возле никнейма, там, в статье, видите. Так, вот такой вот потата-хед, он в покупочке стоит и не видно стоп-лоссика вообще. Конечно, вряд ли используют трейдеры дополнительные возможности платформы в окне ордеров. Есть возможность скрывать свои стоп-лоссы от брокера, если вы торгуете через наш карминал. И эти стоп-приказы не отображаются и в рейтинге. Ну, большинство не используют их и желательно, конечно, ставить стоп-лоссики хотя бы на выходные. Не знаю, как так. Не серьезненько. Сам 796. Вот так вот, 6-7 числа. Ну, не знаю, как это назвать. Ну, как-то очень. Очень-очень-очень. Ну, есть хорошие входики. Тут, например, не очень. Ну, сомнительно, в общем, что там второе место. Так, тут опять же забыли выставить стоп-лоссик и висит лимитка еще на 80 контрактиков. Ну, по крайней мере, в нужном направлении, в нужное время открыта покупка. Посмотрим, как вода, ну, в принципе, иногда, если берется за сделочки, то старается тащить их долго. Вот, что я заметил. Как-то даже интервью надо было взять и что-то там не сложилось. Либо забыли. Ничего интересного подхода у него. Вектор. Вектор. Этот какой-то стоп-лоссик поставил. Так, зашел. Во. Прилично, неплохо. Только без убыток пора уже переводить, в принципе. Обратите внимание, ну, мы сейчас рассмотрим еще на 15-минутом интервале детально. Сессия была мега коварная. И 6-го числа, и 7-го. Ну, такие маневры у них не так часто происходят. Модель именно на выброс участников из рынка. Так, трейдеры без никнейма не воспринимаются. Хорошая покупочка была по делу. Тут как раз поддержка сформировалась в 7-й слайд. Жаль, что рано закрыл. Немножко, видно, спугнула его импульсивность. Либо поставил за защиту, немножко рановато. Не на безопасном расстоянии сделка была. Вернее, ордер его закрыли. Хайт, вход неправильный. Тут рисково немножко. Так, Goodfellow. Ух ты, неплохо весь хороший такой входик. Так, 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 так. Все больше инвесторы, которые ищут таланты, обращаются иногда. Вот тоже на Wall Street Online где-то увидели, что есть рейтинг такой. И некоторые трейдеры из списка, вот, из рейтинга нами, ну, рекомендуем определенных трейдеров, в которых достаточно длительное время стабильно идет торговля. Поэтому, ну, постарайтесь не баловаться. То есть, серьезнее относиться к позициям, хоть и на виртуальном счету, неважно. Следят за, ну, адекватностью. Эмоциональный стресс, там, либо же стабильная, ну, входы по тактически однотипные, либо же разобой идет. Вот, то есть, ну, и желательно, конечно, стабильная, ровная торговля. То есть, сильные просадки, вот такое, вот, не приветствуются сразу. Эти отсекаются трейдеры, у которых такие наборы убыточной позиции по миллиону контрактов. Вот, так. Ямах 72 иногда активируются. Были неплохие входики, но нулевая реализация. Зайти на максимуме дня после такого роста и еще не зафиксировать эту прибыль. Ну, можно, конечно, скорее всего, оставили просто на ночь и закрыло. Опять же, на максимуме вход. Так. Серп 54. Ну, давайте РТС посмотрим. В принципе, если рейтинг трейдеров не так интересен зрителям, то вы пишите на почту свои рекомендации, как улучшить Wall Street Online, более сделать информативным. Так, Риксис взялся за торговлю. Неплохо. Стоп, стоп, стоп. Это Агран, сори. Нет, поэтому меня и удивило. Это Агран. Агран 220. Знаем, знаем, знаем. Протащил покупку и тут вроде все достаточно адекватно. Ограничители стоят. Тут нужно подход немножко понять, потому что здесь 20 контрактов в рынке. Там 30, там 10 лимит. Ну, неплохо, в принципе, да. Так. Еще один счет тоже транслируется. Ну, неплохо, неплохо. Мне вход понравился. И единственное, тут фиксация немножко рановата. Да и вообще, зачем было вот это все устраивать. Так, Нигу 72, 182. В прошлом контракте тоже отличился. И, как видите, идет... Ну, ровно достаточно. Открытие позиции вообще просто. Песня хорошо получилась. Фиксация неплохая. Ну, неплохо, неплохо. Так. Финн. Знаем, знаем, знаем. Студент. Бывший. Так, 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 так. Полностью вышел, правда, вот тут. Я думаю, из-за того, что начал... Либо нефтянка не ушла выше, либо начал падать открытый интерес. Поэтому реакция такая была. Так. Гуров тоже молодец. Тут с самого понедельника, как зашел на бай. Потом пробовал, пробовал, пробовал что-то. И... Перестал пробовать. Так. Видите, ну... Это подтверждение тому, что... Таланты есть, и те, кто стремится к какому-то результату, он, в принципе, к нему придет. Вот. Вот, смотрите, пример. Хорош. Топ-лосик стоит, четко все. Но это вот инвест с такой смешной аватаркой. Точки входа, смотрите, где. И это по РТС. РТС не из легких инструментов с его манипуляциями. Так, Бинда... Биндауи 0.63 тоже в один из лидеров. Десятку попал точно. Я не помню, по РТС, кажется, или по рублю. Немножко вот лишние сделки открываются. Какие-то эмоциональные вот события происходят. Немножко спокойнее. Так, Маркуша, это уже старичок, давний такой дед в рейтинге. Что-то у него иногда стиль меняется. Тестируют, что ли, новые стратегии. Так, это рейтинг по РТС. И... Так... Риксос неплохо зашортил. Вообще без вопросов. Я даже проверил время. Ну, не сильно ли рано с открытия. Порядка сорока минут. Как раз вот выдержал полчаса. Все как... По технике безопасности. Стоит два без убытка. Похоже, что... По вот этой локации... Восьмого числа, плюс седьмого. Это уровень сопротивления. За него поставил. И объемное закрытие шестого числа. За него поставил стоп-лосс. В принципе, на выходные как раз вот такой зазор и надо оставлять. Потому что если поставить стоп-лосс где-нибудь здесь, то его закроют. Либо на вечерке. В вечернее время. Либо уже на открытии в понеделье. Поэтому, в принципе, стоит первый стоп-лосс неплохо. Так. Маркуша. Тоже вот... Чего-то захотелось зайти ему на покупку на минимуме. Тоже на RTS у него там немножко... Сетка уровней нарушена, наверное. Почему? Пробовал покупать. Причем два дня подряд. Даже три. Ну, такое дело. Киберфан тоже дедушка. Одно время практически по всем инструментам десятки каждую неделю проскакивал. Сейчас уже остепенился. Ну, вот, в принципе, это хорошо. Как бы... Статистика уже за три года есть. То есть, кто открывает невероятное количество сделок, там шансы закрыть контракт очень быстро уменьшаются. То есть, те, кто работает аккуратно и ждет необходимого уровня, необходимой ситуации для стратегии, то есть, для входа более качественного, те закрывают контракт плюс и серийность лучше. Так, Фин. С рисками все хорошо. Сразу вышел, как только против него пошли. Фиксация частичная и Golden Bull. Да, вот, кстати, на сайте Wolfix, там два рейтинга. Один по AutoFollow Desk, это PNL в процентах, и по длине позиции, то есть, количество тиков взятых со сделки. И тот, и тот рейтинг, как бы, правильный, но у каждого рейтинга свои цели. Значит, PaperTrade тоже частенько фигурирует. Вот так вот он умеет обращаться с евриком, просто вот как родного. Ну, есть убыточные сделки. Ну, в любой стратегии, ну, в любом случае будут убыточные позиции. Нет сверх высокоточного Грааля, который вообще, как бы, ни одной убыточной сделки не допускает. Поэтому с этим просто нужно смириться и правильно работать с деньгами. Так, пират вот так вот взял и просто рубанулся. Это рисковый вход, на самом деле. Выглядит красиво, но это рисковая позиция, очень. Плюс не факт, что там, ну, два контракта бы еще взяли, но так вот, прям на самом пике пробовать заходить не рекомендую. Это самое, самый минимум, вот такие точки. И самый максимум, это самые опасные точки входа. Коварные. Стоп-лосика нет, залет. Это косяк. GT25 тоже в рейтинге фигурировал, кажется, по еврику. Удачно закрыл контракт. Хорошо. Ну, есть хорошие сделки, точно. Единственное, что проскакивают набор убыточной позиции, там, на 2-3 уровня. Майк. Майк чуть ниже зашел на шорт. И фиксация очень-очень похожа. Где-то я это уже видел. Снова пират. Ну, пират у нас специалист по еврику. Тоже прошлый контракт по рейтингу, по длине позиции. Пионель закрыл в пятерке, даже, кажется, первый. Точно не помню. Фудпринт. Ну, в общем-то, и все. Так, золото, если есть, сейчас посмотрим. Кто на фунте торговал, есть на фунтах. Так, на золоте все те же М8. Life is so short. Такие, пару сделочек и все. Так, ну, ладненько. Тогда нефть еще захватим, если там вообще есть торговля. Да, ох ты. Такой вот трейдер. Два танкера. Купил и зафиксировал. ААА. Ну, я думаю, что из этих первых трех, Ямаха адекватнее всего зашел и вышел. Единственное, вышел рановато. Ну, похоже, что интродей. Тактика, то есть, зашел внутри дня и вышел. Самая адекватная у Ямахи получилась позиция. Тоже Лариса здесь не отстает потихонечку там. Ну и все. Так, S&P. Ну, финансовый рынок получил информацию, которую ждал. Станок пока не отключили. Процесс наставки пока не повысили. И по последней фомбке минус они все-таки убедились, что экономика еще не настолько в хорошей ситуации. Рановато еще поднимать процентные ставки. Поэтому это, опять же, весь этот напечатанный кэш уходит на фондовый рынок и потащит за собой, естественно, и индекс. Поэтому шортить S&P, может, даже не в этом контракте придется. Так, ну, в общем-то, на этой неделе мы продлили ключевой уровень. Это контрольный уровень в начале контракта, который сформировали. Вот первые полторы сессии он был сформирован на уровне 19.88 по 19.80. Первые объемы, которые зашли в новом контракте, как контрольный диапазон, экватор между трендом на покупку и трендом на продажу. Вышли на уровень 2000 и, как видите, пятница достаточно уверенно держится на максимуме после такого затяжного движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять сессий. Пробили максимум. Ну, и стоит пятница, поэтому, возможно, протестируют еще на следующей неделе вот эти массивы. Если там будет поддержка хорошая, активная, и ликвидность будет неплохая. Потому что ликвидность чуть-чуть понизилась после реверсивной площадки на трех восьмерках. Достаточно часто фигурирует в последнее время этот уровень. Выделим два эти массива. 18.95 по 12.10, две сессии, даже две с половиной. Не обошлось и без выброса по стопам. И 18.70 по 18.80. Здесь развернули тренд и 65.75. Это ключевой уровень на данном этапе, потому что именно здесь была борьба между байерами и селлерами на расширение котировки дальше. То есть тут чем ближе, чем дальше идет S&P, тем больше здесь желающих было зашортить. И их пришлось глушить вот 4 сессии. Здесь 2, здесь 1.5 и вот сейчас висят там. Поэтому могут и сразу уйти с 19.88 и 19.79, пока процентные ставки не повысили. Думаю, некоторые финансисты будут рисковать еще работать на бай с расчетом мыльного экономического пузыря. Но как только что-то там поменяется, какие-то будут действия, я думаю, что все сейчас также наблюдают за Сирией, так как нефть и те возможности, которые хотели использовать штаты, уже, к сожалению, планы им испортили. Поэтому, может быть, тренд не такой будет, крутой нарост. Думаю, будет постоянно корректироваться и создавать видимость шортов. Ну, в общем, как обычно, нелегко. Давайте посмотрим, что там по дельте происходит. Ну, как видите, диапазоны, где активно инициаторы на покупку объемы выставляли. По 10 тонн на 88, тут по 8, по 5 тонн. Такая ликвидная сессия была седьмого числа. Здесь 27 тысяч контрактов и 23 пришлось перевесить у байеров. И 5 числа чуть поменьше. Мы возьмем еще и закватим этот уровень. 73 по 78 массив второй поддержки. Вот самое главное, чтобы его не прошли. То есть, этот еще могут там посбрасывать байеров во вторник, либо же в понедельник на коррекции. Самое главное, чтобы не ушли ниже 73-78. Если подойдут, можно поискать точки входа на бай, но с очень-очень весомыми критериями. То есть, 60 тысяч контрактов как раз 2 октября. Да, кстати, хотел показать. Вот, дисбалансик был. И неудивительно, это вполне предсказуемая фиксация покупок. Вполне может быть 2004-2007. Здесь, видите, наследили крупные игроки некими такими продажами. Но я думаю, что там частично фиксации байеров идут, которые со 2 октября в рынке плюс неделя неплохо закрылась. Сегодня, как видите, по открытому интересу, по S&P даже увеличился показатель. То есть, открываются новые сделки. Оно, в принципе, и понятно. Хотя, вот, выходили, начиная с 6 и 5 числа, все фиксировали и фиксировали. Отлично. Так, и отметим такие ключевые уровни. Так, зона стоимости у нас справедливый диапазон. Зона стоимости. Это не ядро, а как раз 70% коридора, который по Market Profile выделяется. Это 89 по 64, а ядро объемное 71,85, а 84. Вот, это, как бы, такой контрольный уровень. На него стоит ориентироваться. Он хоть и достаточно такой широкий, но плотный. То есть, здесь хорошенько оставили объемов. То есть, неделя сформирована с одним ядром. Это, в принципе, облегчает работу. Небольшая поддержка 56, 58,5. Со старта ушли. И закрытие четверга. Там, судя по всему, интродэйщики зафиксились. И вот 44 тонны на 2008. Пока котировочка ушла под этих активистов и идут на 2000. Это, конечно, такой контрольно-проверочный уровень. Мелкая дозагрузка здесь. Могут даже сюда прийти. Но, в любом случае, сразу паниковать не стоит, потому что давление со стороны селлеров, как такого, агрессивного нет. Ликвидность очень слабая. Немножко на минимуме висит. Но после 10 дней роста с той ликвидностью, которая там сейчас идет с перевесом на стороне селлеров, то это ни о чем не говорит. То есть, это не давление. Потому что 10 дней на максимуме, и неделя на максимуме, и пятница. Тут должны просто жестко давить продажами. А их нет, потому что фактически там буквально чуть-чуть откорректировался S&P в пятницу. Так, ну, в общем, пробуй себе вот в контрольный уровень 84.71. Потом здесь уже второй раз тестируют 2000. Если, конечно, не уйдут ниже 2000 даже, то это стабильно, наверное, еще недельку будет расти. Потому что это только с большой уверенностью можно прям так на максимуме затариваться на покупку. Так, пробежимся еще по европейским. Потому что FESX, соответственно, ушел выше контрольного уровня с нового контракта. И 33.00. Это, я думаю, и психологический, и контрольный уровень по объемному анализу. Здесь три сессии, потом раз, два, и еще на прощание две сессии объемов неплохо набросали. Поэтому будут у них силы пройти этот коридор. Это говорит о сильном спросе. Тоже достаточно затяжное время идут на покупку. Но, как видите, объем падает. То есть, судя по всему, сейчас решается, будут толкать дальше, либо же нет. Так что те, кто на покупках стоит, это уровень номер один на предмет атаки со стороны байеров. Если не смогут осилить, значит, пришло время частично покупки фиксировать. Повторные случаи слабости байеров и полная фиксация. Площадка, с которой, в принципе, ушли. Как поддержка рассматривается. И второй по уровню, уровень 30-30-40 где-то здесь. 30-20-30-40. Это уже крайняя поддержка. Здесь были активисты, но, думаю, если этот уровень пробьют, то этот уже будет под вопросом. Вернее, вопрос будет времени. DAX. Довольно интересно. В последнее время одну и ту же ликвидность. На некоторых инструментах можно заметить уровень Total The Day. Варьируется в такой допустимой норме, но идет одно и то же количество. Похоже, что вмешались уже такие крупные ребята. Работает команда. Так, 95-85-97-20. Ликвидность тоже. Вот последние три сессии начинает падать. И DAX подобрался уже к такому тоже ключевому уровню. 10-335-10-110. Можем его выделить. В прошлом контракте здесь достаточно долго провисел индекс. И разворот у них начался 22 сентября и фактически несколько недель. Формировали площадку стартовую. И вот крайнюю, давайте ее тоже выделим, уровень поддержки 95-15 по 94-25. Здесь вот порядка 5 сессий здесь стояли. Набирали объемы здесь. Здесь 7. Ну, сомнительно, что сразу у них получится этот уровень пробить. Если и будет получаться. Поэтому тут неделька, может, две зависнет возле 10 уровня DAX. Тем более, в сторону Германии сейчас такие негативные новости идут. Возможно, им нужны встречные заявки на продажу. Вот они и негативят. Поэтому аккуратнее на это все реагируйте. Итак, как видите, ликвидность на РТС идет выше нормы. Похожая была в конце августа, когда брали 73-ю, 74-ю, 75-ю. Четверо-пятница идут достаточно, не то что уверенно, а просто такое ощущение, что РТС проснулся и опаздывает нагонять упущенное. Если понаблюдать за корреляцией, иногда даже в сессии проходят за РТСом нефть идет, а не РТС за нефтью. То есть, в акции Сбербанту, Газпром корректируется относительно движения РТС. Я не знаю, чем это вызвано. Возможно, из-за серии какие-то пошли позитивные информационные потоки. И пока вот не исследовалось этот вопрос, но, как видите, ликвидность начала расти, как только там начался контракт фактически. То есть, 22-го числа все больше и больше и больше. И сегодня у нас максимум недели, максимум контрактов, топовый уровень. Я подумаю, что здесь на пробитии вот этой контрольной локации, сопротивление, кстати, было 8385, за сессию просто собрали всех селлеров. Вот они сюда поместились и ушли наверх. Здесь очень важно наблюдача за открытым интересом, когда начнут сбрасывать этот весь груз, весь объем. По дельте... Выглядит картина таким образом. Пятое число, 70 тысяч контрактов, 30 и 28. Вчера, сегодня 17 на стороне селлера, но, учитывая, где это происходит, это нормально. Могли больше скинуть. Вот коридорчик, где поработали селлеры немножко и это нельзя назвать даже коррекцией, это просто спокойно стоять на уровне, на максимуме за весь этот период. Поэтому пока нет очень сильного давления со стороны селлеров. Чисто, я думаю, там просто сбрасывают частично покупки, на всякий случай на выходные, потому что за выходные могут еще что-то учудить. И это... Главное, чтобы понедельники открывались нормально, да? И здесь еще коридорчик обязательно выделить, 79 500. Тут прям просто не стеснялись, набросали. Байер объемчиков сделок. И 81 по 79,5 весь этот блок на дельте достаточно хорошо отобразился. Сейчас еще на всех случаях сравним с открытым интересом. Валютные фьючерсы идут в конце у нас. Вначале идут индексы, потом валютные фьючерсы, потом золото и нефть. Кстати, после Wall Street Online не выходите сразу с этого... из комнаты. Там вам сбросят ссылку. Ну, добавят ссылку при завершении трансляции. Автоматически перейдете на... этого... на видео с XTrader из Goldman Sachs. Вот, сможете посмотреть. Потому что не в открытом доступе. Оно сейчас находится на YouTube. И только свои пока могут посмотреть в первую очередь. Итак, открытый интерес за текущий контракт. Ну, немного... была фиксация вчера, вот на этом уровне. И потом снова с открытия начали... обирать позиции. Держатся. Каких-то супер кардинальных фиксаций нет. Тут, само собой, под закрытие зафиксили частично сделки. В принципе, любой бы трейдер это сделал. Перед выходными тем более. Вот, поэтому... пока... вот... эти сомнения были у участников сегодня. И... вчера... вот те, кто зафиксировал... тоже, в принципе, по делу, если фиксировали здесь. Что, ну, такое... существенное... фиксация... существенная фиксация сделок. Это... не всегда хорошо для подложения тренда. и вот набор... сразу же... на пробитие максимума. Ну, в общем, в норме пока. Не сильно там... прям... ажиотаж, но... я думаю, что это... какие-то контролирующие... процессы идут... либо... либо информация какая-то прошла, что будет... нефть... под контролем... и все будет... позитивно. Так, рубль. Ну... обычно... я думаю... мы просто трейдер... и... возможно, было какое-то сокращение... ну... в период кризиса... персонал сокращали... и он, наверное, попал просто под сокращение... и вот решил... ездить по миру... рассказывать... как это быть... трейдером... из GlobalSax. Так... 67... и мы уже... за неделю... на 63... в принципе... с такими темпами... еще... пару месяцов... и... вернемся на... на уровень... 30... да... так... значит... на следующей неделе... обязательно внимание... уделить... 63... 463... 850... самая топовая... сессия... оборот... 5... 400... за... за день... самая ликвидная... сессия... в этом контракте... ну... и площадка... в которую... просто набомбили... давайте... округлим... вот... 67... по 68... это... номер один... это ядро контракта... текущего по... рублю... и... ну... не помешает... зафиксируйте себе... этот уровень... здесь... эээ... весь объем... весь объем... основной... прошел... как раз... эээ... в... начали бомбить... у меня все пошла... эээ... я... я как-то попал... просто на видеоролик... эээ... или мне кто-то скинул... эээ... записям... как происходит... бомбежка... этих объектов... эээ... там... снятые военные камеры... какие-то снимают... или... дроны... я не знаю... ну... эээ... странно... но... три объекта... которые... эээ... истребитель... или бомбардировщик... эээ... эээ... ну... падала ракета... не прямо в здание... а... все три объекта рядом... то есть... ощущение, что... не сильно хотели... ээ... разрушать здание... то есть... возможно это как-то... специально... я не знаю... но все три точки... все три... цели... бомбы падали... возле здания... не в самых здания... заметил... в общем... так... 67... 68... в принципе... оружие уже достаточно такое... высокоточное... так... ээ... на споте... давайте проверим... ээ... пятница кстати... не... не отстает... от среды... ээ... ээ... желания корректироваться... тоже у нее нет... сейчас посмотрим по дельте... и посмотрим по споту... что там было... так... ну... спот... ээ... разворачивали... как видите... ну... этот уровень... мы... неоднократно... фиксировали... значит... честно... я не хотел... три шестерки... ээ... по... шестьдесят пять... двадцать... контрольный уровень... на споте... тоже в среду... было... семь миллионов оборот... единственное... уровень... чуть-чуть... ээ... не так... по контрольным... ээ... ээ... точек... размещен... но... вот... если... будут... контролировать... будут... стараться... удерживать рубль... то... шестьдесят два... шестьдесят... если не проведет... на следующей неделе... то это будет... ээ... хорошим сигналом... что... достаточно уверенно... чувствует себя... селлеры... на... на фьючерсе... либо на споте... в общем... снижение может продлиться... если будет коррекция... ну... желательно конечно не... выше... шестьдесят четвертой... то есть еще... в пределах... до шестьдесят четвертой... это еще... терпимо... то есть... в рамках модели... вот... и... в принципе... объемчики тут прошли... не маленькие... поэтому... те кто там размещались... я думаю... будут... проявлять активность... на следующей неделе... этот уровень отстаивать... отстоят... пойдем дальше вниз... и там уже у нас получается... вот... четыре сессии... здесь... тоже на повышенной липидности... как видите... больше пяти миллионов... четыре... так точно... за сессию... вот... пятьдесят девять... пятьдесят... давайте возьмем так... не-не-не... точно... вот... пятьдесят... тридцать... и шестьдесят... тридцать... вот тут... могут немножко... ну... ожидается... то есть это... не факт... что здесь начнется прям... поддержка... и там надо покупать... просто этот уровень... мы выделяем... как... возможный... то есть... чтобы не... ждать каждый тик... где может быть поддержка... а вот... конкретно... где грузили... объемы на покупку... и потом... как видите... дисбаланс был достаточно... импульсный... то есть там... могут... байеры немножко... пощекотать нервы... семь... да... вот... самые такие топовые... были... семь с половиной... и вот... значит... шестьдесят пять двадцать... три шестерки... это... плита... которую... уровень номер один... то есть... коррекционные моменты... какие-то волатильные... выбросы... из селлеров... еще... будет терпимо... пока цена не уйдет... за три шестерки... это вот... такая вот... контрольная площадка... так... по дельте... по дельте... сейчас глянем... значит... учитывая... что это минимум недели... да еще и контракта... тут дельта... продолжает... вести себя... коварно... и... ну... сброс... продаж... в принципе... ожидаемо... на этой... сессии... поэтому тут... 18 тонн... перевес... на стороне селлера... но... вполне... интересная ситуация... здесь... могли затариться... по самому минимуму... еще на шорт... поэтому им надо... не пробить... уровень... 63... 100... 63... 500... то есть... ну... выше... уже похоже... что вот эти две сессии... будут... означать... что... загнали в отрицательную... ситуацию... по их счетам... ну... если здесь шортили... на 63... 63... 500... и учитывать... 62... 62... 400... средневзвешенная позиция... там примерно... в районе... 62... 800... плюс-минус... то есть... ну... главное... чтобы не пустили выше... вот этой площадки... это уже крайний... коридор... если тут и тут зашли... ну... давайте сейчас посмотрим... на... к этому интересе... были там... открытия... либо же только фиксит... как видите... открывают позиции... вчера и сегодня... то есть... ну... относительно... даже недели... если смотреть... по рублику... за контракт... ситуация... чуть-чуть... выходит... то есть... пик мы уже прошли... как раз на развороте... и вот... фиксит... ну... сегодня это понятно... дело... чуть-чуть... активность поспокойнее... но... вот тут выходили... конкретно... не верили... что на... ниже 64-ой пойдут... ну... вот... даже до 62-ой достали... ну... в общем... эээ... а... 10-минутный интервал... сейчас... мне надо сессии... посмотреть... относительно дни... так... еще... евро... фунт... эээ... смотреть... или божаю... не... не торгует его никто... у китайцев... кстати... хорошо... что вы напомнили... про китайцев... можно добавить инструмент... есть... у нас... шангайская... биржевая... почему... вроде... влияет... это... ж... потребитель... нефти... потребитель... они... ж... не на рисе... ездят на машинах... Если в Китае дела плохие, то, грубо говоря, если у потребителя нет желания и настроения покупать нефть, то что будет нефть расти? Повторно запрашиваем у программы открытый интерес за этот контракт. Евро, следующие сейчас инструменты. Сейчас пока грузится, давайте посмотрим пока дельту на споте лучше. Евро у нас всегда в списке фьючерсов, которые рассматриваем. Погналим. Так, подгрузились данные, и это хорошо. Так, 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 так. А, я что-то смотрю, и не могу понять, почему. На споте режим B-Dusk мы раньше смотрели по TechDirect, теперь есть данные биржевые, то есть, по инвесору, поэтому вот с 6 числа у нас уже грузится непосредственно маркировка объема бидовый или басковый, как раз уже биржевой идет в чистом виде, прямо с биржи. Сейчас посмотрим, насколько отличается, давайте с 6 числа отключим, насколько разница идет биржевая. и тегдирует, ну, несущественно, прям не сильно большой разбег. Так, ну, что я вам хочу сказать, ребята. это хорошие новости. Те, кто торгуют на рубле, информация хорошая. Станет еще легче торговать, потому что данные с агрессором в биржевую медиа песня. Так, ну, мы не будем, да, сильно фишировать. Так, да, сегодня чуть-чуть набрали позиции, как раз вот перед выходными по отношению чуть другая и среды. так, еврик. Кстати, просто интересно, есть кто участвует в этом конкурсе лучи, лучший частный инвестор? из присутствующих. С рублем все будет хорошо, Юля. все с ним будет хорошо. Так, контрольный уровень в районе 13.20 в начале контракта, после выброса селлеров еще вот такой достаточно мощный массив сформировали на 11.70. участвуйте. Как вообще, вот, неинтересно, ну, какую цель преследуете, не буду спрашивать. Много ли там участников и как там это все регулируется? Ну, есть ли там какие-то сбои постоянно именно во время конкурса? Ну, что участников много и сервера должны мощнее работать. так, ну, в общем-то, идем к 1.14 и, в принципе, на объемах, но не на смертельных ликвидах. Пять сессий подряд на рост и вот тормознули как раз на 1.14 и 1.14.40. Так что посмотрим, как справиться с этой точкой. кластер. Давайте относительно прошлого контракта еще уровни выделим, потому что если пробьет 1.14, надо ориентироваться. Ну, понятно, здесь 1.15 и 1.14.70. Тут вот таким образом отметим. Все, дальше уже сдерживать на 1.16 только вот это шип высоколиквидный, полмиллиона контрактов в оборот. Ну, я имею в виду, не ухудшается торговля, а вот именно исполнение ордеров качества до конкурса и во время конкурса. то есть, бои были. Так, 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 так. Если будет на самом деле это как движение с целью вынести всех позиционных селлеров, то в ближайшее время мы должны вернуться на 1.11.70 и дальше у вас останется пробить 11.20 и потом 1.10.50. То есть, вот эти два уровня поддержки. Но, в принципе, по сравнению с прошлой ликвидностью, в прошлом контракте, учитывая, что это декабрьский контракт, у него обычно ликвидность выше, чем летние и зимние контракты, и это настораживает. То есть, рост идет без подтверждения ликвидности. Растут, значит, на пустом баке. Поэтому осторожнее с этим ростом. Как-то он уж очень слабенько подпитывается. И, да вообще, как бы, в правилах всегда нужно соблюдать нет ликвидности у тенденции, не смысл в нее заходить. Это часто очень ложное движение. Так, по дельте у нас, получается, вон, видите, шарты были с 30 сентября, одни шарты с сессиям. И сегодня, вон, 945 на покупках. Ну, стопари, что ли, селлеров выбрасывают, потому что вчера вот грузили 1.13. Вот, возьмите на заметочку, если еврик странным образом аккуратненько уйдет там в понедельник-вторник под 1.13, то это, скорее всего, вынесли по стопам селлеров и будут еще мучить в коридоре 1.11, 1.12, 1.13. Вот, потому что здесь пока агрессоров на покупку незаметно. Значит, открытый интерес по еврику. Фунтик быстро прибежимся им. Так. Как видите, как видите, все больше и больше набирают позиции, но ликвидности мало. Сделок много, но ликвидности нет. Скорее всего, это высокочастотники просто раскачивают рынок, что ли. Вот, заходят. Вчера выходили. Значит, фиксили покупки, получается, да? 7.10. А, так они тут не сильно-то и нафиксили. Промежуточная стадия. Ну, в общем, тут фиксация была частичная и несущественная по сравнению с тем, что было в начале контракта. Топ. Активность самая высокая. То есть, как раз вот назревает какое-то движение. Пробьют 1.11.14. Быть ростом. Если протестят, попрощаются обратно в этот массив, тогда уже все, можете пока забыть про рост. Фунт. Угу. Доненькая таких моделей не встречала. Так. 51.20. Площадка на поддержку 52. 52. Ликвидность рабочая не сильно там низкая и не аномальная. То есть, движение этот рост идет пока с сомнениями. пока не начнет появляться ликвидности хотя бы, ну, вот такого масштаба. Вот. Видите, как здесь появилась она и толкнули. Здесь идут в рабочем режиме, скорее всего, просто в ожидании каких-то подтверждений. 54.80. 55.75. Прощались с 56. И вот такая контрольная дозагрузка на продажу. 53. Вот здесь вот сессия такая интересная. На самом минимуме затаялись. Вот они ее тестируют уже вторую сессию. В общем, если даже их не получится пробить, то, скорее всего, пойдет... Главное, чтобы ушли ниже 53. Вот. 52.90. Здесь три сессии стоят. Если они попрощались, то им нужно уйти ниже 53. Закрепиться даже на 52.60 спокойно. Потом попрощаться с 53.53.20 и на шорты. Это если сценарий на продажу. Если у них вектор на север, то ни тика ниже 52.90. То есть, чтобы даже не дать повода шортам вообще, потому что им сложновато с такой ликвидностью будет удержать эти шорты. Если осилят 54.00, 53.65, то потом будем наблюдать, как они будут удерживать столь удачный выход на новые цены. И главное, чтобы не было сильных дисбалансов на продажу. Дальше уже коридор 55.56. Там будем, я думаю, еще не скоро. Посмотрим, какая волатильность будет. Может через неделю, если рост сохранится. Но поддержка раз. Контрольный уровень 52.90 при сохранении тренда на рост. Лучше, чтобы они его не пробили. Тогда будет надежный сигнал. Если уходит ниже, значит мы увидели прощание. 53.50, 53.55. Давайте заглянем в дельту. Если на валютных фьючерсах она такая коварная, грязная. Ну, как видите, здесь пробовали-пробовали байеры что-то сделать. А здесь начали жестко три сессии подряд гасить целеры по котировку. Ну, опять же, это подтверждает 52.90, даже 52.80. Если это все открытие продаж, сейчас посмотрим под которым интересом, то они должны спокойно уйти за 50. Ну, тут уровень нижний. Я понял. Тут фиксация идет. Видите, он жестко фиксируется. Тут не входит, а выходит. Понятно, понятно. Вот эти байеры, похоже, не совсем уверены в том, что они делают и идет жесткая фиксация. Фиксация, да еще и какая. Ну, в любом случае, это массив стоит выделить. 52.80, 53.40. Возьмите на вооружение. Уровень сопротивления 53.50, 53.65. И все, пробивает 52.80. Точно покупать в этом коридоре нельзя вообще. Пока не дойдут до 52.00. Вот эту площадку будете мониторить уже, когда туда придут. Активность агрессоров и все такое. Так, 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 так. Ну, сразу могу показать. Вот похожая модель. Чуть ли не то, что ничего происходило уже в прошлом контракте. Только здесь чуть быстрее двигаются. Скорее всего. Вот видите, они потом еще тащили 4 недели. Фунтиаку могут до этого уровня дотащить. Но сессия за сессией вот так расширяют именно уже. Такие сценарии были. На модели, вернее. Точно-точно причем. И ликвидность, если совпадает. Так, 170. Ну да, тоже такая не сильная ликвидность большая. В общем, рост без ликвидности это слабенький рост и ненадежный. Поэтому и модель очень схожая. Только там еще тащили на следующей неделе. На следующей неделе, в принципе, по отчетам не так много. Там, получается, безработица в Британии будет. Да, 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 по отчетам. Если безработица выйдет хорошая, то могут отреагировать. А если плохая, то может сильно отреагировать. Так, теперь переходим на нефть. Так, уже час пятнадцать. Итак, вышли из коридора зловещего наконец-то. С сорок четвертая по сорок шестую. Это номер one level. Теперь самое главное не пустить ниже нефтянку этого уровня. Ликвидность на неделе была неплохой. Причем сессия за сессией тащат наверх. Но такое расширение достаточно неуверенное либо манипулятивное. То есть, такое ощущение, что нефтетрейдеры каждый день ждут подтверждения. А если сегодня там продолжается активность на Сирии, потихонечку покупают. Если как только закончится, могут резко сорваться. Вот. Ну, расширяют потихонечку и постепенно. Поэтому все время нужно быть на чеку. Поддержка, в принципе, если спекулятивно не пустят ниже 48, 48, 50. Еще все в рамках плана. То есть, самое главное, чтобы на неделе не пустили ниже. Тогда, ну, это хороший еще рынок на спросе и на покупках. Как только выйдут ниже, уже будет все внимание на 44, 46. Главное, чтобы там уже не ушли ниже. И я думаю, что если ниже 48 идет нефтянка, то и на РТСе начнется реакция. Начнут не сильно верить в продолжение роста нефтепродуктов. И с 49-30 по 50, тут вот две сессии немножко наследили. Вот. Вероятность всегда есть. Поэтому мы, я уже неоднократно говорил, что просчитываю сценарии перед торговой сессией и на покупку, и на продажу. Чтобы быть и к тому, и к тому готовым. Поэтому мы уж не в Вольф Мессинге видеть будущее. 48-49,7 это площадка, которая перед движением бренда сформировалась. И неделя закрывается как раз на самом таком интересном уровне. Сейчас лимиты чуть поменьше поставим. 25-49,7, тут правильно. более так плотно работали в 48 тут самый объемный процесс происходил 49 и 5 вот ядро этой площадке и мы были уже здесь написать 425 помните когда ликвидность было на достаточно хорошем уровне за несколько сейсер ванули прямо на 54 снова здесь но ликвидности не не видно то есть сессия прошла достаточно слабо это плохо видите после такого падения ликвидности на нефтянке идет корректировка поэтому ждем снова рост ликвидности тогда будут шансы что мы уйдем выше 54 противном случае ждем хорошего времени хороших времен и следим чтобы все первые с половиной не прошли что здесь они как раз одну сессию старались не пускать ниже и вторую еле-еле протолкнули до 53 то есть если в рамках этого коридора будут еще болтанцы терпимо последний уже блокпост это сорок восемь сорок пять с половиной и золото самом завершении так 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 смотрите ликвидность прям под линеечку я от золота такого не ожидал видите насколько рынок манипулятивный давайте для смеху ради 112 112 тысяч 112 тысяч 3 дня по 112 тысяч ровно ну в общем коридора тут возьмите на всех случаях там где кто тот кто по 112 тысяч там тарился видимо знает что делает странно что понедельник 107 было а они 107 и 116 они как раз усерединили до 112 тысяч и вот это им не стыдно так и вот это им не стыдно так да тут тоже были такие смотрю но это уже действительно перебор что не могут хоть цифры разные вбивать своих роботеках ровно по 112 тысяч ладно в общем советую в ближайшее время не открывать позиции по золоту потому что там работают свои как говорится и я думаю что они как раз собирают всех кто не в теме либо не в их команде поэтому лучше подождите пока начнется нормальная неровная под линейку одной цифры ликвидность я думаю что вряд ли они будут пробивать прямо сейчас потому что ликвидности нет и та которая есть это вообще какая то возможно раздутая высокочастотниками ликвидность и искусственно похоже то таскают ее наверх 90 60 чем дороже нефть тем себестоимость добычи золота увеличивается поэтому для нефти это хотя там инфляция это уже давно это все перекрыло и так пока не выходите из комнаты как завершится трансляция сейчас включу дельту на золоте для алекса вы автоматически перейдете на ссылку с этим трейдером с голумен сакс просто оставайтесь в комнате не выходите потом вас перебросит автоматом адоб ну вот толкали там 6 числа еще терпимо потом сегодня еще 1100 мне интересно сейчас объем в процентах еще относительный чисто искусственно я даже не знаю я бы не лез в такие периоды когда четко видно что просто вот обманывают спасибо что пришли ждем следующую пятницу в 20.00 по той же самой ссылке не выходите из комнаты все кто останутся получат ссылку как раз на этого волонсакс трейдера а какую сторону обманывают в свою макс что-то не знаешь всегда обманывают в свою сторону всех вокруг так хороших выходных все близится зима вот пора готовиться к новому году да так в среду наверно будет открытый вебинар да в среду на всякий случай там с утра зайдите может рассылку посмотрите в в время в районе 7 часов но лучше в районе обеда утром проверить почту рассылки придет если пришла рассылка то вебинар будет если не пришла но у вас жуткое ощущение что оно все таки будет то лучше напишите там менеджером skype в support и переспросите ну процентов 90-80 что будет есть интересная тема есть чем поделиться в общем также советую на сайте кажется есть алхимики из волл стрит тоже видео полезно для трейдеров там рассказывается про высокочастотный трейдинг алгоритм алгоритмичный трейдинг называется кванты алхимики из волл стрит немножко постановочное видео конечно поэтому там не все нужно за правду брать во внимание так как фильм снят в таком специальном формате для популяризации алго трейдинга но там как бы задрагивается тема насколько там все манипулятивно и скрыто темными темными шторами доступ закрыт подписывались на канал всем до свидания сейчас вас перебросит ссылка на youtube видео до свидания пока 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 пока